Друзья, здравствуйте! Наконец-то мы дождались! Завтра у нас открытие сезона охоты на водоплавающую дичь. И мы с вами едем на моей родине в отдаленном уголке Новосибирской области. Получается, я тут уже третий день. Вчера у моей мамы был день рождения, поэтому разведку я делал вокруг деревни. Но в среду, получается, когда я ехал с Новосибирска, объехал пол района и нашел несколько мест, где есть гуси. И вот сейчас, собственно, загрузил все, что мне надо. Вон полная машина всего. То есть уехал в автономку на сутки, может быть, и двое. Будем искать гусей. То, что гусь есть, я это знаю, но у нас есть два фактора, которые могут испортить охоту. Первое, это когда утятники залазят с вечера в пятницу на озеро, поднимают гуся, он уходит. И он может потом не прийти на поле. Второе, это комбайны, которые ходят по этим полям. Ну и третий, я сказал два, на самом деле даже три. Ну их даже больше, ну вот три основных. И третий, на мой взгляд, самый-самый некомфортный, это наличие конкурентов. В гусиной охоте много конкурентов. Также у нас есть еще границы с Казахстаном, куда гусь может уйти. То есть проблем очень и очень у нас много, но будем пробовать. Верим в удачу. Время сейчас получается практически шесть часов. Я скоро буду на месте. Гусь полетит часа через, наверное, два. Ну обычно он восемь начинает лететь. Если все срастается, остаемся здесь. У нас еще одно место, где надо будет мне посмотреть. Если сейчас я куда еду не срастается, заезжаю в другое место, смотрю. Если там срастается, если в одном из этих двух мест все срастается, то я зову своих друзей, они в разных местах стоят, еще два места смотрят. Если у меня все плохо, у кого-то из них, возможно, будет хорошо, и мы все соберемся в одном месте. То есть вот такая вот, друзья, история. Ну, увидимся, грубо говоря, на разведке. Контрольный сегодня вот вечер. Грубо говоря, в течение последующих четырех часов, даже трех, наверное, будет понятно абсолютно все, будет ли завтра охота или нет. А вот там уже от удачи зависит, прилетит, как прилетит или не прилетит. Поэтому, друзья, наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Ах, да, друзья, забыл напомнить, то, что если вы собираетесь в ближайшее время за какими-то покупками в магазин Охот Актив, я не знаю, будет то одежда реминг там, либо любая другая одежда, обувь, либо что-то для охоты, для рыбалки, не знаю, все что угодно, вы можете это приобрести со скидкой. Да-да, друзья, многие из вас скажут, что это можно сделать со скидкой по клубной карте. Но, если вам нужна дополнительная скидка, вы можете написать мне на почту, которую я оставлю в описании, и от меня получите уже штрих-код, предъявив который на кассе, вы получите дополнительную скидку плюсом к скидке по клубной карте. Она, возможно, будет небольшая на некоторые виды товара, да, но в любом случае, как говорится, копейка-рубль бережет. Даже если сэкономите 100 рублей, как бы мелочь, и мне приятно, что я смог вам помочь, друзья. Скидки иногда не проходят, приглашаете директора магазина, и он вам все равно должен сделать. Если скидка не прошла, то это очень большая проблема. Именно в Одинэске что-то там случилось, поэтому если вдруг что-то пошло не так, можете написать мне на почту. И обязательно, друзья, убедитесь, что вы были в Охот-Активе, потому что пишут ребята, что были какие-то проблемы, но были вообще в другом магазине, как-то созвучном. Поэтому, друзья, если надо скидка в Охот-Актив на одежду Рементон, либо на что-то другое, пишите на почту, получайте от меня штрих-код и получайте дополнительную скидку. Копейка-рубль бережет. Ну все, друзья, ни пуха, ни пера. Погнали! Прошел примерно час с того момента, как мы приехали на это поле. Ну, собственно, как полетели гуси. То есть сейчас получается 8-15. На поле прилетело примерно 40-45 гусей. То есть это пятерка, потом что-то 15, потом 7, потом что-то тоже 11-12, и потом 2, и, по-моему, одиночка еще приходила. Ну как-то так. То есть 5-6 налетов, то есть 40-45 гусей прилетело. От того места, где я смотрел, я сейчас вместился, у меня вообще ночью найти место, где сидели гуси, очень сложно. И я для себя вывел такой как бы момент, способ, скажем так. Это стоишь с одной точки, грубо говоря, твой лес, намечаешься на горизонте какой-нибудь другой лес. Как правило, ночью в степи горизонт как бы все равно еще видно. И когда гуси уходят, еще есть какое-то время, что видно. И вот сейчас тоже я, получается, вот стою здесь, край посадки, и там еще одна посадка, край. То есть вот эти вот нужно будет, грубо говоря, X провести, и в центре вот точка пересечения. То есть должно повести. Ну, на горизонте появился какой-то автомобиль. Он не едет никуда, а он стоит, смотрит. Я не знаю, кто это, что это и зачем это. Ну, стоит. Радует то, что тут хотя бы журавля нету. То есть он не мешает утке много. И вот этих вот 40-45 гусей. У ребят какая у нас обстановка. То есть рядом с деревней у меня гуси не прилетели. Диман сейчас поедет смотреть в другое место, куда должен был я поехать, потому что в это место мы вообще не верили. Вот. Оно самое далекое, неудобное. Ну, вот пока конкурентов нет, тут я вижу шансы. Ну, конкуренты появятся, но на 40 гусей закапываются в десятером. Вообще не вижу смысла. И в другом месте тоже наши ребята стоят. Там получается, ну, тоже голов 150-200 говорят есть. Но там конкуренты есть точно. Это те ребята, которые, если вы внимательно смотрите мой канал, я очень вам благодарен. И вы должны помнить, что два года назад на открытии охоты копаю я яму. Ко мне приходят два мужика в бахилах. Отец и сын, они говорят, ну, мы будем с тобой охотиться. Собственно, вот эти ребята, как бы, там сейчас они есть. О, машина куда делась? Солнце ушло, блестеть перестало. Вот. Там они есть, где-то ездят. Но надеемся, что найдут в другом месте. И каждый сам себе сядет. Вообще ситуация в этом году очень интересная. Гусь не сбился в одну большую стаю, как это обычно бывает. А много мелких так вот. Хотя и открытие уже 28 сентября. Вот сегодня, ой, августа. 27 августа сегодня. Завтра 28 будет открытие. Вот такая вот дела обстановка. Но теперь точно включимся, когда-либо я поеду куда-то в другое место. Либо, я надеюсь, будем уже закапывать. Ну, делать скородок будем. Вот конкурент меня напрягает. До машины километра 3-4. А когда солнце светит, блестит далеко. То есть, представьте, как птица хорошо нас видит. Когда наши лица прекрасные блестят. Прекрасные, красные, красные, прекрасные. Ну, все, друзья. Ни пуха, ни пера. Примерно 2-2,5 часа спустя я оказался в другом краю района. И мы уже с Диманом выкопали скротки. Гусь вообще, к нашему удивлению, на каком-то горохе прошлогоднем. Ну, тут горох вот в итоге вот есть, если поискать. Вот горошинки, горошинки. Они какие-то, а не понял, они лопнувшие уже. Их даже переваривать уже не надо. В итоге вот гусь на этом вот всем кормится. И мы были удивлены. Получается, голов 150 улетело. Тут как бы далеко охотники всякие, озера. Конкурента вроде бы нет. Мы приняли решение закапываться здесь. Будем завтра пытаться его добыть. А наши друзья остались на другом месте. Ну, утром скажем, чего и как у них там получилось добыть. Как еще раз говорю, те, кто смотрел мой канал давно, это те ребята, которые ночью ко мне пришли в бахилок два года назад. Вот, они везде, где и мы, там и они. Но сейчас нам получилось в другом месте найти. Надеемся на удачу. Ну, все, друзья. Давайте, пожелайте нам ни пуха, ни пера. Для вас пройдет мгновение. А для нас часы ожидания. Возможно, сна. Ну, скорее всего, без сна. Ну, в любом случае, друзья, ни пуха, ни пера. Погнали. Ты видишь их? Объявление. Ну, это не наши. Вон, видишь, пошли. Видишь? Видишь, пошли. Видишь? Видишь? туман то гуще чем кажется тут не до хорошего как только увидим стрелять будем в зоне поражения себя геннадо геннадо га га ты выбил я вижу сейчас бегаю готов что дима спорим уже вот так друзья туман все сложно высоко далеко не умею такие стрелять надо было стрелять диман выбил уже все не зря друзья уже спорим ну ждем дальше диман выбил диман выбил по чуть-чуть вы еще до метров действие можно было бы же ну походу перестрела не будем не не за что тебе мне протокол видишь не скажи куда стрелять он одиночка кружит одиночка сейчас тем ляжет видишь да не там все замолчали значит сели все и одиночка к ним упал видел бьем вот туда дим вот так вот нет а это в другой а и и и и и и и вот короче димка мне дал этого стрельнуть третьим каким-то уронил димков подранка сделал я тоже потом стрелял в итоге дима пошел а я пока не могу найти в кого который упал так бывает казалось вроде бы близко на самом деле тоже далеко получилось тоже подранок просто добрал а диман тоже нашел гусака молодец молодец какой то есть у нас уже три ну ты красавчик диман а ты как его нашел то он готов был до а мой тоже это убегал еще этот крупнее смотри ты молодняк стреляешь ну вот а точно 2 был подранком еще один вот то есть один подранок ушел все-таки да я думал ты не найдешь это потому что я пошел к этому в траве прикинь ушел его не видно опыт что значит опыт что надо было бить да ну все не придут такой хороший налет но мне кажется они что-то спалили либо уже стрельнуты ну-ка сядь они что-то мутят не уже уходят вот так вот ну туман конечно мне кажется нам мешает нам мешает открытие охоты на открытие охоты тоже мешает как известно охота интересное дело но непредсказуемое а съемка на охоте еще более непредсказуемое дело так вот далее техника дала сбой и микрофон перестал записывать это видео но все равно вы видите на фоне гусей я чего-то там разговариваю именно вот этот звук вы сейчас видите где-то в квадратике в итоге я там дальше рассказываю о том что охота была интересная туман где-то плюсы где-то минусы плюсы в том что гуси нас не видят минусы в том что они не видят профиля и также минусы то что эти гуси столкнулись с озера утятники когда заплывали и они начали просто болтаться по всему полю потому что их уже оттуда спугнули они растерялись потерялись и в итоге получился такой вот беспредел по факту не было ни одного более-менее адекватного налета такого чтобы гуси хотели присесть до стреляли не очень можно было и лучше но тем не менее 3 гуся на такой охоте я считаю это довольно таки неплохо также получается что гусь еще худой по сути можно сказать одни крылья жира в нем практически не было и пенюкасты причем молодые были менее практически прям чистые взрослые гуси были с пеньками но тем не менее это не значит что не надо охотиться на гуся для нас в нашем регионе это единственный шанс его стрельнуть на открытие также если вы смотрели внимательно это видео я сказал что мои друзья двое охотятся еще в другой стороне нашего района и там конкуренты наши те ребята которые ко мне приходили в бахилах так вот эти ребята в бахилах ничего не стрельнули а наши ребята на двоих стрельнули 10 штук то есть по 5 штук норму они добыли и на этом прекратили охоту так что друзья всем спасибо за просмотр я надеюсь что у вас охота была такая же удачная как у нас если кто-то из вас подписан на инстаграм то вы знаете что у нас еще планируется два видоса с охотой на гусей то есть это было замечательное открытие так что подписывайтесь на канал вас еще ждет два видоса буквально в сентябре именно с гусями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и не забудьте поставить галочку в разделе все тогда будут точно приходить уведомления ну и пишите в комментариях как от охотились вы и чтобы вы поменяли на нашей охоте что мы сделали не так ну все друзья от меня огромной удачи увидимся через неделю пока